Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня мы посмотрим, что происходит с биткоином и ответим на очень важный вопрос, который нам прислали в комментарии. Если у нас тренд теперь восходящий, ждем перехая, то нужна ведь плавная нагрузка, а не разгрузка, говорит товарищ Евгений. И все правильно он говорит, потому что предыдущий стрим назывался плавная разгрузка, он у нас был о том, как фиксировать прибыль. Но, если мы все-таки полагаем, что вот это было дно такое же, как было вот это дно и вот это дно и вот это дно, да, или вот это дно, и ждем более сильный импульс, как здесь, 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 здесь и возможно здесь, то, естественно, нам нужно присматриваться к позиции в лонг, нежели в шорт. Другой вопрос, что мы можем увидеть вот такую локальную коррекцию и после этого пойти наверх, например, протестировать предыдущий уровень сопротивления как поддержку, хотя бы, как вариант. Возможно, что мы это уже сделали, кстати, потому что если вы посмотрите на часовик, то вы увидите, что мы реально ходили вот только что тенью на 43200 за стопами на хороших объемах и сейчас вроде как отстреливаем наверх. Но это сейчас ничего не означает в краткосроке, сами понимаете, это может быть и ложный отскок и в итоге мы все-таки сходим на ретест какого-нибудь предыдущего сопротивления, типа, например, вот этого, где у нас была плита, да, уровень там 42000. Может быть, может быть, поэтому смотрите, кто, собственно, еще не в лонгах или кто уже частично разгрузился, потому что я напоминаю, что я вам показывал в прошлых видео, как частично разгружать свои позиции. Допустим, у меня по дэшу до сих пор стоят на байбите частичные разгрузки лимитными ордерами. Я торгую на фьючах на байбите, кто не знает, ссылка в описании на эту замечательную биржу, обзор сверху сейчас у вас появится. Вон там, обязательно посмотрите его. Вот, собственно, лимитки на забор профита, опять же, это профит не спотовый, то есть на спот я добираю по всем этим ценам, я добираю дэш и складываю на леджер. Ссылка на леджер тоже, кстати, есть в описании, если вы хотите заказать себе аппаратный кошелек. А спекулятивная позиция на фьючах, но если вы зашли по 90, то почему бы вам чать по 114 не скинуть, правильно? Тем более, когда вы в профите. Вот так, собственно, я и делаю. И вот у меня стоят лимитки на частичную разгрузку. Но при этом частичная загрузка тоже обязательно нужна. Вот, собственно, если дэш вернется вот в эту зону проторговки, я там докуплю еще понемногу, по чуть-чуть, по 2% от позиции, по 3, вот такими ведрами. Вы можете попробовать сначала по 5, по 10, если у вас небольшой объем, но суть в том, что надо это обязательно делать. Теперь по биткоину все-таки, по биткоину. Если мы, давайте возьмем за вариант, скажем так, за вероятный вариант событий, что мы вернемся на ретест вот этого или хотя бы вот этого сопротивления. В таком случае цена будет падать либо вот досюда и отскочит, либо досюда и отскочит, либо сразу отскочит, конечно же, и пойдет наверх. То есть все эти три варианта мы должны с вами учитывать. Если пойдет по вот этому сценарию, по самому оптимистичному, то мы уже в лонге находимся, как бы едем в этой ракете. Если мы все-таки дойдем до первой поддержки, то мы здесь должны с вами чуть-чуть докупить. Если дойдем до второй, то тоже чуть-чуть докупить. И в целом даже вариант дикого сквиза тоже мы должны рассмотреть и там тоже чуть-чуть докупить. Если вы, конечно, работаете не со стопами, потому что если вы работаете со стопами, то вы должны выйти наоборот здесь или здесь или здесь. Но я не работаю так, потому что со стопами вы просто потеряете все, потому что вас будут постоянно выбивать по стопу. Для меня мой стоп – это моя ликвидация. То есть я изначально не трачу на сделку больше, чем я готов потерять. Поэтому даже если цена сходит вот так, я докуплю еще и поеду в итоге наверх, как обычно это и происходит. Вот такой у меня план игры. Я не думаю, что мы сейчас будем падать сильно ниже вот этого уровня, но если мы упадем туда, я наращу здесь свои позиции и потом мы полетим наверх. Либо, скорее всего, сейчас просто не дадут никому это сделать, потому что очень многие расставили ведра. И, скорее всего, мы полетим сразу же наверх из этого бычьего выемпела, флага или восходящего треугольника, как хотите. Поэтому, слушайте, ну вот есть уровень проторговки, мы сейчас на самом деле в нем. Это уровень накопления, ниже которого нас свозили, но выше которого мы очень вероятно пойдем и очень-очень скоро. Как минимум до вот этих уровней сопротивления в 51 тысячу, 58 и так далее. Поэтому, смотрите, можно, конечно, и по рынку впрыгивать сейчас. Но разумнее будет расставить ведра, как я уже сказал. Вот на Femex, допустим, тоже у меня стоят лимитки на разгрузку. Можно их чуть повыше поднять. У меня они вообще по 3% от позы. Но, тем не менее, если цена сейчас сквизанет куда-нибудь вот к этим уровням, по 41, например, то я там докуплю. И я поставлю ведерко, вдруг нальют. По 41 купить 2000 контрактов. По 40-500 купить 2000 контрактов. И вот они появляются, эти ведра. Можно чуть пониже. Можно их потом вот так вот перетаскивать на графике. Даже по 41-700 можно купить 1000 контрактов. Но я отдаю себе отчет в том, что это сместит мою изначальную точку входа. Поскольку моя изначальная точка входа ниже, то каждый накинутый сверху контракт будет двигать мою среднюю цену входа выше. Но незначительно. Вот таким объемом он предвиден куда-то сюда. Вот и все. И если вдруг мы опустимся вообще в мою точку входа, в зону моей точки входа, там я буду добирать уже агрессивно, скорее всего. Хотя, с другой стороны, туда если спустимся, то там, может быть, будет еще и новое дно. Дисклеймер. Поэтому тут, ребятушки, на свой страх и риск принимайте такие решения. Я просто говорю вам, что я делаю в данный момент. Но все может измениться еще сто раз. И я вас об этом предупрежу. На бирже Femex также напоминаю вам, что можно хеджироваться и торговать золотом. Вот золотые контракты. Здесь есть gold в деривативах. И золото сейчас, кстати, очень неплохо начинает шевелиться. Как хедж от глобального кризиса. Собственно, вы можете брать здесь в long золото и в short тоже. Но напоминаю вам, что на выходные золото не торгуются. Соответственно, будет flat. И лучше выходить на выходные из позиций, чтобы не собирать фандинг. Я лично добираю немножко золота на вот этом проливе. Потому что здесь мы видим красную свечку хайка наши на 4 часах. Но на часовике мы видим очень сильный откуп этой красной свечки. То есть это по ходу был long squeeze. По ходу за стопами. И сейчас мы пойдем еще выше. То есть это бычье поглощение. Поэтому тоже дисклеймер. Но золото прекрасно сейчас смотрится, как и серебро. И, как я уже сказал, вы можете торговать им на бирже Femex по ссылке из описания. По биткоин доминации мы с вами сейчас в моменте отскакиваем. Вот это дно по ходу удерживаем. Хотя, если вы присмотрите, это у нас нисходящий уровень. То есть в целом мы на самом деле в глобальном нисходящем треугольнике. И я жду, что мы сейчас плюс-минус сложно пробьем его. Не знаю, насколько сильно. Но потом отвалимся еще ниже в более масштабный alt-сезон. Посмотрим, конечно. Потому что сейчас очень много новых щиткоинов. Если их начнут дампить, то доминация может и сильнее отскочить. И это при этом никак не скажется ни на лайткоине, ни на дэше, ни на других недокупленных alt-сезонах. Потому что в них гораздо меньше капитализации, чем в том же Avalanche, там сейчас Solana или Matica. Поэтому индекс доминации сейчас вообще, можно сказать, утрачивает свою значимость. Но, тем не менее, чтобы быть в супермасштабном alt-сезоне, я вам напоминаю, что мы должны пробить all-time low 17-го года, января 18-го. И тогда монет было в десятки раз меньше. То есть сейчас, если накачают ликвидностью основные монеты, мы можем увидеть что-то вот такое. И это будет, конечно, круто. Но перед этим может быть вот такой более сильный отскок, как вот здесь, и потом только туда. Поэтому очень осторожно сейчас с alt-time к битку. В целом, очень многие из них смотрятся хорошо. Но я сегодня специально решил смотреть только биток, чтобы не отвлекать свой фокус внимания. Потому что помните, о чем мы с вами говорили по битку в прошлый раз, что у нас очень похоже здесь на разворотную формацию. Соответственно, мы можем сейчас скорректироваться, не скорректироваться, но потом пойти еще выше. И вот вопрос в том, будут ли обгонять альты биткоин, не будут. Соответственно, доминация будет отскакивать или будет дампиться. Но то, что мы идем пробивать вот эти вот уровни, ну как минимум вот этот уровень прошлого сопротивления, вот этот уровень и так далее, и так далее. И это практически очевидно для меня. Потому что, ребята, шорт-сквизы сейчас все будут продавать, фиксировать прибыль так называемую. И в итоге пропустят все самое основное движение, как обычно и происходит всегда. Поэтому, если вам нравится крипто-контент, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если вы у нас новенький. Все ссылки на биржи в описании. Femex, Bybit, PrimeXBT, Poloniex и так далее. С хорошими бонусами для вас. Также рабочие обменники, надежные кошельки. Большую часть крипты обязательно держите на Ledger или на Exodus. Не на биржах, ребята. Хороший обменник, где вы можете купить-продать за фиат. Наш телеграм-канал, наш второй канал CryptoCommons 2.0, где мы делаем для вас ежедневно переводы зарубежной аналитики. Обязательно проверьте, что вы подписаны на второй канал тоже. И большое спасибо вам за просмотр. Всем профитролей. С вами был Гриня. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok